Ходила, ходила, снять, не снять, ну уже не могу просто не снять, ну милота вообще, вот так, по тягушечке, выкрутился непонятно как, любит спать на спине, ой ты кися, смешной, у меня иногда умиляет этот котик, такой смешной, девочки, всем привет мои хорошие, ну видите, начала я сегодня свой влог с котейки, да, но он иногда спит так смешно, мне нравится когда он еще на боку и вывернется и так и сяк, ну такой смешной вообще, и поэтому видите, я так вот уже взяла камеру, не удержалась и сняла его, то он на диване лежал, растянулся, потом перелег на пол и на полу, пока я приводила себя в порядок, а я сегодня чуть-чуть подкрасилась, если вы заметили, сделала себя чуть-чуть симпатичной, а знаете сегодня почему? У меня сегодня такое праздничное настроение, вы не представляете, так ликует душа, потому что сегодня я иду на стрижку, я записалась еще в воскресенье, а сегодня четверг, но я не стала об этом говорить, чтобы не сглазить, не дай бог, потому что мало ли что там вдруг кто заболеет или что-нибудь еще там приключится, чтобы не прямо событие это, чтобы произошло, вы сами знаете, как я ждала этого дня, вот, но я недавно вот позвонила в салон, уточнила, все ли там сбудется или нет, или все нормально, вот, сказали, да, все нормально, приходите, заодно я спросила, правда ли говорят, что на одного клиента уходит всего лишь только полчаса, полчаса, то есть за полчаса должны подстричь, а я помню, что у меня на стрижку обычно уходило всегда час, пока она подстрижет, потом, да, сначала они еще моют голову, даже независимо от того, мыло или не мыло, то есть это уже входит в стоимость, и если прям ты уж прям просишь не мыть, вот, как будто один раз даже я пришла к ним еще не просовшей головой, все равно она пошла мне голову мочить, я смотрю шампунь, я говорю, я же сказала не мыть, она дает уже по привычке, вот, так что, а у нас сейчас отключили горячую воду до конца месяца, я голову вчера помыла, и не просто помыла, я вчера покрасила голову, чтобы уже, знаете, стрижку сделали, чтобы она у меня была уже покрашенная, хотя было бы покрасить мне ее легче уже на обрезанные волосы, но все равно покрасила вчера голову, вот, да, и что мне там сказали, они сказали, нет, у нас все остается по-прежнему, единственное, что интервал между клиентами 30 минут, то есть очень хорошо, даже я, если даже приду минут на 15 раньше, может быть, даже мне не нужно ждать, пока предыдущего клиента достригут, как раньше было, так что пойду еще пешочком пройдусь, потому что я машину свою отдала сыну, они поехали там отдыхать с семьей, вот, а у меня до салона две остановки, так что по воздуху пройдусь, не знаю, там жарко, но вроде солнце там прячется, я думаю, не очень жарко, но прогуляемся, девочки, вот, поэтому я, в общем-то, в связи с этим таким прекрасным событием решила даже немножечко легкий макияжик сделать, чтобы уже увидеть себя во всей красе со стрижкой, для меня такой праздник, вы не представляете, знаете, я сегодня проснулась и думаю, о, у меня же сегодня стрижка, и у меня сразу такой, знаете, подъем настроения, вот, как предпраздничное такое состояние, знаете, да, вот, и я проснулась и думаю, ой, что делать, ничего не хочу делать, прям, как-то делать ничего не хочется, хотя проснулась в 5 часов, как обычно, у нас уже просто такой режим с кексом, в 5 часов мы просыпаемся оба, поэтому, если у меня особо никаких дел нету, я встану, кофе попью, там, покручусь, что-то поделаю, потом лягу телевизор смотреть и по телекам еще засыпаю, еще немножко сплю, так что сегодня до обеда я, в общем-то, так подремывала, то встану, что-то сделаю, то подремаю, в общем, ничего особо не делала, решила сегодня ничего не готовить, я открыла холодильник, у меня там то осталось, то осталось, я решила уже, как бы, доедать то, что у меня есть, а завтра, наверное, что-то уже свеженькое приготовлю, так, у меня дочка там теленькает на телефоне, надо подойти к телефону и спросить, что она хочет. Ну, так вот, и что я хочу сказать, вот такое состояние, знаете, вот когда какой-то праздничный день, и вы ожидаете, то вы ждали этот день, а теперь вы ждете этот час, и вот сейчас я еще пока лежала на диване, смотрела там дочкин влог, вдохновилась, как всегда мне видео вдохновляют, чтобы встать и что-то там уже начинать снимать, хватит лениться. И она заодно позвонила, и, в общем, я встала, думаю, так, пойду я на стрижку уже красивой, мне нравится смотреть в зеркале, как я преображаюсь, и в этот момент, как бы, лицо должно быть тоже немножко в порядке. И вот пока я сейчас вот это делала, все приготовления, пока красилась, я поглядываю на часы, и вы знаете, вот это, наверное, знаете, с чем можно сравнить, когда Новый год, вот вы ждете там, да, вот 12 часов, и вот вы смотрите, а осталось там 3 часа, осталось 2 часа, или когда у вас какая-то поездка, куда-то вы собираетесь ехать, и вы смотрите на часы и думаете, вот до поезда осталось вот уже столько-то часов, столько-то часов. Вот у меня такое состояние, вот, какое-то приподнятое в ожидании прям не знаю какого чуда. Представляете, до чего народ довели, если как-то раньше было стрижка, это, ну, такое обыденное действие, да, пошел, подстригся, и ничего особенного. А сейчас я уже за этот период пока не стриглась, я бы уже подстриглась бы, ну, уже дважды, да. Ну, это где-то раз я в 2 месяца стригусь, а сейчас получается примерно около 4 месяцев я не стриглась. То есть я уже, сейчас бы уже второй раз стриглась. Вот, ну, и вот сейчас я уже вся, как сказать, на чемоданном, чемоданное настроение, как называется, да, такое вот радостное. Ну, все, девочки, когда пойду на стрижку, я возьму, конечно, вас с собой. В салоне, наверное, снимать не буду, но мы прогуляемся до салона, поснимаю, и потом вы сегодня в этом же видео увидите, что у меня в итоге получится уже после стрижки, какая будет стрижка. Нет, училась ли она стричь, и помнит ли она, какая стрижка у меня должна быть. Вот, надеюсь, вспомнит, она мастер высшей категории. А вот сейчас, пока сижу, снимаю, смотрю, думаю, что такое у меня тут. Кексик у меня порвал скотерочку, клееночку, которая у меня на журнальном столике. Ну, вот это вот ничего страшного, в принципе, я и собиралась ее заменить, потому что мне ее расцветка уже как-то не нравится. Ну, прям вот так вот раз, полоска, и порвана. Вот такой. Еще у меня такая, знаете, косметичка с прозрачными боками. И вот иногда он ее вытащит, она у меня под журнальным столиком лежала, и начинает лапами вот так вот, я ее тоже уже припрятала. Вот такой дружок-пирожок у меня живет со мной. Ну, вот развалился на палоске и лежит. Девочки, я ему нашла игрушку, смотрите, это вообще-то брелок. Я нашла его, дала ему нравится. Это как мышонок, знаете. Вот он его и целует, и так, и сяк, и гоняет по полу. В общем, такая вот замечательная игрушка. Ого, увидел. Потягушечки. Да, потягушечки. Разбудили тебя, малыш? Смотри сюда. Разбудили тебя. Смотри сюда. Вот так вот, вот так, эти игрушечки. Ладно, пойдем готовить десертик. Девочки, в общем, я решила приготовить себе фруктовый десерт. Я сладости так, как сейчас не ем, поэтому я взяла вот одну грушу, небольшое яблочко, сейчас почищу. Банан, ну, может быть, половину банана хватит. У меня еще клубнички немножко осталось. И вот этот вот мой йогурт, который я сама готовила, и будет у меня вот это заливаться йогуртом. Ну, я беру сладкие фрукты для того, чтобы не сахарить. То есть оно должно быть сладким, груша сладкая, банан сладкий. И это все можно не сахарить. Сейчас все это почищу и будем резать. Девочки, я решила банан сделать целый, потому что он небольшой. Ну, и чтобы оно было послаще, я, в общем, банан решила сделать целый. Я буду резать все одинаковыми кубиками. Вот так вот. Яблоко я очистила от кожуры, а грушу я очистить не буду, потому что там мягкая кожура, и груша мягкая, я ее ставлю с кожурой. Ну, вот такими вот кубичками сейчас все и нарежем. Вот такими небольшими. Девочки, включила я вас, решила поболтать чуть-чуть. Вот стою сейчас, режу вот эти фрукты, да. И вот у меня, я сразу ловлю себя на таком ощущении, что у меня, знаете, какое-то такое волнительное состояние. Я забыла уже вообще это чувство, чувство волнения какое-то, знаете, когда вот перед, как перед экзаменом каким-то, или не знаю, как, блин, как будто я замуж сегодня выхожу. Такое волнение. Это, знаете, потому что я очень сильно хочу подстричься. У меня давно уже не было такого чувства, чтобы я чего-то очень сильно хотела. Обычно я как-то дышу ровно к разным всяким вещам. А тут вот такое желание, так долго ждала, что просто какое-то, вот не знаю, прям, или это как волнение, какой-то трепет внутри, непонятное состояние, прям давно-давно такого состояния не было. Вот, вы представляете, а? Такое вот может быть вообще? Это нормально? Я не знаю. Это ненормально. Так, яблоко порезала, банан порезала. Сейчас я уже режу грушу. И там вот как раз осталось чуть-чуть клубнички. И будем пробовать. Я решила сейчас не есть ничего. Вот у меня есть мясо и овощной салат. Но я не знаю, только потому, что я как бы так вот волнуюсь. У меня особо аппетита сейчас нет. Но вот такой вот легкий десерт я сейчас поем с удовольствием. Поэтому я решила не есть сейчас мясо. Не хочу я сейчас мясо. Может быть потом, после стрижки захочу. А сейчас я решила, что я вот все-таки такой вот легкий десертик поем. Это с одной стороны. А с другой стороны я посмотрела дочкин влог. И вот она в этом, в одном влоге. Там она, я не знаю, и пирожное, и мороженое. И вкусняшки, всякие десертики кушает. И я пока на это дело смотрела и думаю. Ну и вот я себя обрекла сейчас на эту диету. А чего, собственно, ради вот эта вот мне диета нужна. Ну сброшу я несколько килограмм. И что? И ничего. Потом опять я их наберу. Безусловно наберу. Потому что начну опять все есть подряд. Я думаю, может быть меня побаловать каким-то десертиком. Но так как в магазин лишний раз выходить мне не хочется. Я вспомнила, что у меня тут есть разные такие фрукты. Есть такой десерт существует. Очень вкусненький. Я решила его сейчас и сделать. И приготовить. И поесть. Вот так вот. Видите, уже клубничку дорезаю. Буду кайфовать. Если вот это все еще залить холодненьким йогуртом. Ну и чем тебе не мороженое. Вполне даже заменит мороженое. Все я нарезала. Теперь все это я скину сюда в мисочку. Так. Кстати говоря, сейчас очень здорово мне сгодились вот эти вот крышечки, которые в фикс прайсе брала. Раз, на стакан надела и все. И йогуртом залью. Кстати, я заметила йогурт, когда он свежеприготовленный. А я приготовила сегодня утром. Он жидковатый. Когда он постоит день-другой, он уже становится густой. Прям как сметана. Загустевает. Поэтому я его и как сметану. В общем, можно это сметана, если кому охота. Но здесь вот в йогурте меньше жирности. Поэтому я заливаю вот это йогуртом. И вот это все сейчас перемешать и кушать. Просто кайф. Просто кайф. Вообще. Удовольствие неописуемое. Я такое делала, но, кстати, клубнику туда не добавляла. А клубника она и цвет розовенький дает. Ну и она свой, конечно, и вкус, и аромат еще даст. Так что вот такой прямо шикарный у меня получился. Вообще любые фрукты можно сюда добавить. Любые, которые вам нравятся фрукты, пожалуйста. Вот. Отлично. Смотрите, десерт. Я его за раз, конечно, не съем. Но я вечером еще его подъем. Сейчас съем сколько захочу. В удовольствие. Так. Ну что, девчата. Надо же попробовать мое произведение искусства. Да? Очень вкусно. Без сахара. Сладенько и так. Потому что здесь, в принципе, кислых особо нету фруктов. Тем более груша сладкая, банан сладкий. Здесь все отлично. Короче, сейчас я уплету половину. Половину я уже в холодильник убрала. И как раз поем потом. Ну, может быть, вечером, может быть, завтра утром на завтрак. Вот. Так что такая вкуснятина, мои хорошие. Сделайте. Кто на диете. Ну, фрукты вообще-то особенно сладкие рекомендуется есть в первой половине дня. Так что на завтрак это отличное блюдо. Можно покушать овсянку и сделать вот такой десертик. Я, кстати, сегодня утром хотела это сделать, но поленилась. А с вами вместе мне не лень, понимаете? Вот, видите, вы мне нужны. Вы меня тоже вдохновляете. И дочка вдохновляет ее видосик. Когда смотрю, бывает, знаете, вот что-то так думаю, надо сейчас что-то встать, что-то делать. А сейчас потом, попозже. Потом раз, включу ее видосик, посмотрю. А она все время что-то делает. Я вдохновляюсь и тоже что-то делаю. А потом вдохновляю вас, и вы тоже что-то делаете. Видите, как хорошо? Ну, ладно, сейчас покушаю. Девочки, до стрижки осталось полтора часа. Я пытаюсь справиться с каким-то трепетом, который у меня вот внутри возникает какой-то. Я уже сижу, вы знаете, вот просто вот сижу и жду времени, на часы поглядываю, как будто первый раз замуж выхожу. Смешно. Ну, а что делать, что делать? Ну, вот уже скоро, через полчасика я уже буду собираться, хотя бедному одеться все равно, что подпоясаться. Вернее, какая поговорка? Бедному одеться только подпоясаться, да? Я решила показать вам, что у меня сейчас, а потом посмотрим, что будет после. Ну, сейчас у меня вот отросшая уже челка. Я один раз ее подстригла сама немножечко, но сейчас она отросла. Вот. Но здесь я не буду сильно стричь, как бы, ну, вот немножечко здесь подстригу. Вот. Мне надо вот это вот убрать. И сзади, вообще, сзади я обычно стригу коротко. Смотрите, вот эти вот, вот эти вот лохмы, вот, вот это все я убираю. То есть, вот здесь вот просто идет все в ноль. Вот эти вот, вот эти вот, вот этот хвост, то все убирается. Так что, вот посмотрите, что сейчас, и потом будет с чем сравнить. Вот эти вот кучери, все это убирается. То есть, у меня вот так идет. Здесь идет постепенно вот так стрижка, а здесь как бы шапочку я делаю. Ну, как, чтобы была шапочка, и постепенно вот так вот все идет, уходит на нет. То есть, мне самое главное, облегчить нужно вот это все. Но, естественно, все это идет еще в филировании, потому что волос густой, его нужно прореживать. Вот, облегчить голову просто. Так что, запомнили? Потом посмотрите, что будет потом. Ну, все, мои хорошие. Сейчас я уже еще немножечко, я оденусь, выйду на улицу. И уже на улице мы с вами пройдемся по нашим улочкам, по нашему райончику, пешочкам прогуляемся. Там сейчас солнца нету, но 30-29 градусов, душновато. У меня работает сплит, у меня попрохладнее, получше. Ну, прогуляемся чуть-чуть, встретимся уже на улице, наверное. Ну, что, мои хорошие девочки, я вышла, иду в направлении салона. Сейчас я хочу пройтись немножечко с вами. Я углублюсь чуть-чуть от дороги, отойду. Не понад самой дорогой, чтобы идти, а немножечко за домами пойду. У меня еще время есть. Я все-таки не удержалась и вышла на 40 минут раньше. А две остановки идти, это примерно 10 минут. Вот. Ну, вот этот там еще интервал будет. Вот прям сверну сейчас от дороги подальше. Шум такой. Так как там будет интервал еще, поэтому я, возможно, и попаду не пол седьмого, а даже, может быть, чуть-чуть раньше. Так, ну вот, сейчас нас будет дом отделять от дороги, чтобы не так шумно было. Так, я решила, что я буду идти медленно. Я не знаю, получится у меня медленно идти или нет. Хочу поснимать вам немножечко окрестности. Вот, смотрите, цветочки такие. Вот мне нравится, когда люди высаживают цветочки у себя во дворе. Выглянули в окошко там с балкончика, да? И, пожалуйста, сколько роз, сколько много роз. Вообще тут вот дома старые стоят. И тут очень зеленые дворы. Вот вы как видите, деревьев много, и хвойные какие-то даже есть что-то там стоит. Детская площадка в глубине. Смотрите, какие красивые розы. Довольно тихо, хотя за этим домом дорога идет. Нравятся мне эти дворы. Хоть дома и как бы старые, пятиэтажные, и они панельные. Но мне нравятся вот эти дворики здесь. Такие вот. Очень такие зеленые, уютные. Прямо все как-то по-домашнему. А вот тут такие вот красивые цветочки растут тоже. Ну, прелесть. Разве не прелесть? Розочки еще имеются. Класс. Это еще один такой зеленый дворик. Ну, тут дворы все такие. Не все такие вот кустарнички. Белавочки. Где-то детские площадки. Почти во всех дворах. Раньше здесь во дворах прям сидели. Вечерком, вот так вот летним вечером выходили люди, сидели, общались. А сейчас, не знаю, может быть это связано все-таки с этим вот карантином. Люди отвыкли уже от этого общения на лавочках. И выглядывают только с балконов, торчат в окошках. Но на лавочке не выходят. Не сидят на лавочках. Так, я шла-шла. Уперлась в забор. Здесь у нас школа. Раньше забора не было. И можно было пройти прямо вот по аллейке. Она ведет прямо-прямо. Но сейчас мне надо будет этот заборчик обойти. Вот все-таки шумно, да, возле этой дороги. Ну, а тут у нас еще одна школа. Нет, все-таки вот что ни говори. У нас все-таки зеленый город. Особенно в таких вот районах спальных вообще зелени много. Вот хорошо, когда тихо. Но машина ездит громко. А я сейчас забор обойду и пойду опять нырну во дворчик. Ну, вот она, аллейка продолжается, которая была. Ну, вот детская площадочка тут тоже вот открытая. Так, это мы дошли уже до нашей поликлиники. Вот впереди у нас уже там поликлиника наша. Вот рядом полторы остановки до поликлиники. Тоже все близко. Это же классно, это же удобно. И вот сейчас пойду прямиком по этой аллейке. Дорогу я оставлю чуть-чуть поотдаль. Дорогу я оставлю чуть-чуть поотдаль. Вот она, наша девятая поликлиника. И я продолжаю движение прямо. Тоже цветочки. Вот они, кубикые. Красивые, да, цветочки? Молодцы люди, молодцы. Здесь удели цветочки. Они не знают, да, получают? Люба, дорого смотреть. Приятно же. Я думаю, что такое много машин. Люди с работы едут, час пик, видимо. Так, а что тут интересно? Когда-то давно здесь был хозяйственный магазин, потом сделали какой-то садик, а сейчас вообще не понимаю, что это. Ну, ладно. Да, кстати, я вам как-то рассказывала, мы гуляли, да, что там к концу Александровки уже большие дома, пятиэтажки, а уже дальше к концу уже пошли многоэтажные, девятиэтажки и выше. А вот эти, видите, двухэтажки? Это вот начало Александровки. Частный сектор у нас находится через дорогу, а на этой стороне они начали строить двухэтажные дома эти. Я даже не знаю, каких годов эти дома. Ну, вот у меня жила здесь подруга, и она имеет квартиру вот в таком доме. Я была там. Очень маленькие комнатки, прям малюсенькие. И очень-очень прям малюхонькая-малюхонькая кухня. И я не знаю даже, лучше в таком здании жить или в таком, как у меня. Хоть здесь и отдельные такие кухонки, но они такие маленькие. Такие закуточки. Просто вообще. Общая площадь, она такая, как у меня. А, ну да, у меня 18 квадратов общее, а здесь получается 21 квадрат общий. Это считать, если прихожая, кухня, туалет, ванна отдельно. И как бы зал, и как бы спальня. И вы можете представить себе такие квартирки, которые общей площадью 21 квадрат? Наверное, можете. Ну вот. В общем, я пришла к своему салону. Сейчас я зайду, скажу, что я здесь рядом. И подойду, когда мне скажут. Всё, девочки, я зашла. Температуру мы померили. Продезинфицировали ручки. Масочку надели, всё нормально. Тут уже всё успели продезинфицировать. Так что я даже чуть-чуть пораньше попала на кресло к своему мастеру. Чем я померилась. Ну всё, займёмся делом. Выйдите меня потом. Девочки, смотрите, сколько волос снизу меня срезали. Вы только не подумайте, что меня нравится. Видите, сколько? Сейчас покажу её. Я такая счастливая. Хоть я и в маске. Ладно, покажу. Девочки, смотрите, радость-то какая. Смотрите, сзади. Всё, вот эти все кучери мои поубирали. Вот видите, какая у меня причесочка, когда она у меня только подстриженная. Такая вот симпатичная. Вот чё я хотела. Вот о чём я мечтала последние несколько месяцев. Понимаете, как я рада. Какое счастье. Всё, наконец-то сбылась моя мечта. Я рада. Всё, до дома. Ой, девочки, такое облегчение на голове. Просто не могу. Просто не передать словами. Всё, просто класс. Вот разве можно тут возле дороги сниматься? Машины ездят, свистят, пищат. Золотой колос открыт. Так и хочется на радость какую-нибудь сладюшку взять. Ладно, воздержусь. Как вам нравится моя стрижка? Ой, вот так. Видите, как у нас лежит? Человек умеет правильно филировать. Вот в чём дело. Девочки, я зашла в магазин взять себе немножечко побаловать кое-чем. Раз у меня сегодня праздник. И знаете, что я взяла? Взяла немножечко десертиков, вкуснюшечек небольших. Так что я хочу себя чуть-чуть побаловать. В общем, девочки, смотрите, что я прикупила в пятёрочке. Решила сегодня себя побаловать. Раз у меня сегодня праздник. Ну, не торт я купила, но взяла вот такие разные десертики. Этот десертик Наполеон. Это творожно-ягодный. Вот этот я не пробовала. И шоколадный я тоже не пробовала. Но дочка вот это уже всё брала, всё пробовала. И говорит, они все вкусные, десерт настоящий. Вот так решила побаловать. Ну, и вот такую активию, в общем, взяла ещё для разнообразия. А то я только свой йогурт пью. Иногда хочется разнообразить. Вот такую активию тоже я люблю. Пингвик шоколад. Мой любимый. Вот такой кофе беру без кофеина. Очень вкусный. И разницы, вообще вкус не чувствуется. Что с кофеином, что не с кофеином. Но его, если я ночью выпью, я могу, допустим, лечь и дальше уснуть. А если с кофеином пью, то я уже потом не могу уснуть. Ну, и купила себе молочко, маленькую баночку. Хочется с молочком вот эти вот десертики попробовать. Девочки, я всё хочу разглядеть прическу при хорошем освещении. Никак не могу. Только домой пришла, только тут уже в зеркало глянула и уже разглядела. Ну, смотрите, тогда, когда меня укладывают, вернее, когда меня стригут, она волосы мои максимально вытягивает для того, чтобы потом было удобно филировать. Вот, потому что волосы у меня вьются. Поэтому обычно после салона я голову уже когда помою сама и сама уложусь, вот тогда уже у меня будет выглядеть прическа именно так, как надо. Но подстрижено всё, конечно, всё очень здорово, всё очень аккуратненько, как мне нравится. Пчёлочку я попросила покороче, чтобы она сделала. Она мне сначала по длине сделала. Я говорю, давай уже покороче, потому что жарко не могу. И она очень быстро растёт, она отрастёт буквально через неделю-две уже будет в глаза у меня залазить. Вот, сзади всё дышит, всё, я просто счастлива. Видите как? Вот эти шкучери, которые были, всё, их уже нет. Я ещё вам показывала и говорила, запомните, как у меня было и как у меня будет. Вот. Ну, в общем, такая вот такая у меня стрижечка. Всё, девочки, на этом я хочу своё видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok